МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это Клуб редакторов. Мы обсуждаем самую важную тему уходящей недели. В нашей сегодняшней программе обсудим еще и самую важную тему ушедшего года, уходящего года, еще не ушел, 2019-й. Но в самом начале, позвольте, я вам представлю наших сегодняшних гостей. Дмитрий Жук, СБ «Беларусь сегодня», Владимир Перцов, МГТРК «Мир Беларуси», Александр Шпаковский, политический аналитик. Добрый вечер. Добрый вечер. Дорогие коллеги, позвольте, в такую предпраздничную программу мы поговорим о темах, которые нас действительно очень сильно волнуют. А сейчас белорусов что больше всех волнует? Погода. С нею ничего не ясно. А вот тема, в которой действительно уже, как мне кажется, стало ясно почти все, это интеграционный процесс России и Беларуси. Случилось это после, в том числе, после интервью Александра Лукашенко, Алексею Венедиктову. К слову, самый цитируемый журналист Российской Федерации. Такие данные были обнародованы совершенно недавно. Итак, на этой неделе состоялось это интервью. Мы о нем обязательно поговорим. Одной из центральных тем, естественно, была тема интеграции, интеграционных процессов между двумя государствами. Ну а в самом начале, будет много цитат, в самом начале вернемся все-таки в белорусское Зазеркалье. Поговорим о заезженной пластинке, которую уже, в общем-то, наверное, все устали слышать. О том, что мы издаем свой суверенитет и независимость. Позвольте, я вам одну цитату протитирую. Наша Нива. «Почему союзное государство неизбежно будет переименовано в Россию?» Пишет политический аналитик Егор Лебедок. Не знаю, кто это. «Очевидно, что после прохождения этапа экономической интеграции, следующий этап – формирование ключевых наднациональных органов. Следующим этапом будет усиление унитарности союзного государства, конфедерация, федерация. И окончательно переименование союзного государства в Россию». Вообще, что фантастика. Мне больше нравится слово «очевидно». «Очевидно, кому». «Очевидно, кому». Кто-то шел к такому заключению. Президент уже сколько раз говорил о том, что суверенитетом мы не торгуем, что слияние невозможно, и тем более под именем «Россия при всем уважении». Что мешает экспертам от оппозиции наконец-то его услышать? Или подняли вот это знамя, будут нести пока... Ну, во-первых, это первое то, о чем вы говорите. А второе, ну, собственно говоря, мешает как раз-таки идеология. То есть они же сейчас себя позиционируют как борцы с российской угрозой и пытаются, наверное, на этой карте въехать в следующую политическую кампанию, в которой будут президентские выборы. И здесь я вот хочу сказать следующее, что все с ног на голову на самом деле перевернуто. То есть благодаря вот этим товарищам и некоторым российским СМИ, кстати, сам процесс интеграции, он преподносится, как будто бы Россия вот на нас давит, а мы сопротивляемся, от нее убегаем. Значит, это на самом деле все не так. Не будем забывать, что процесс интеграции инициировал Минск в 1999 году, а то еще раньше даже. А еще в 1994 президент сказал, я суверенитетом не торгую на дебатах с Кебичем, и он до сих пор такой линии придерживается. Вопрос интеграции решен. Он выносился на референдум, люди поддержали. Спор идет-то с Москвой не об интеграции. Принципиальное решение есть. Спор идет об условиях интеграции. Есть наши условия, есть то, что нам предлагают наши российские друзья. Мы не всегда с этим согласны. И вот в чем плюс Лукашенко? Он жесткий переговорщик, он отстаивает интересы своего государства. Поэтому все эти критические стрелы в него летят. Ну а если Россия пойдет на наши условия, допустим, и мы после этого перейдем к подписанию дорожных карт экономической интеграции, может быть, когда-то в перспективе будем создавать некие наднациональные органы. Но по факту это победа Беларуси на самом деле. Мы ведь сами этого добиваемся. Но вот этот товарищ Лебедок, он совершенно какую-то адскую картину рисует. Вы знаете, это нормальная стратегия и линия поведения наших товарищей, скажем так, с альтернативной точкой зрения. Вот я сегодня прочитал очередной материал Ярослава Романчука, в котором он предъявляет крах белорусской экономики. 25 лет уже, по-моему. Вот. И я подумал, слава богу, будет все не так плохо. Или, по крайней мере... Будет наоборот, как всегда. Да, будет наоборот, как всегда. Поэтому, ну что сказать. Есть тема горячая, понимаете. Самые большие специалисты-переговорщики, те, кто не понимает, как и что идет. Ну, смотрите, вот можете расценить это как шутку, а может быть, как в этой фразе есть доля шутки. Начались школьные каникулы. Сейчас прибавится экспертов в интернете. Я вас уверяю, рост отмечается именно тогда, когда ребята имеют больше свободного времени. Это как тоже в порядке шутки. Да, вот есть друг, который замечательно мог бы работать в правительстве, но пока работает в такси. Ну, это же, на мой взгляд, две большие разницы. Борьба за независимость и борьба против России. Не кажется ли вам, что если бы к нам шли с инициативой интеграции слева, по карте, с запада, то кое-кто, вернее, те, кто выступает сейчас против и выходит на улицу, бежали бы с букетом цветов и с тортом встречать интегратор? Мне кажется, они уже где-то пирог испекают. Да. Но они же выходят на свои мероприятия, например, с флагом Европейского союза. Так вот я об этом. Я, кстати, ничего не имею против ЕС. Я тоже не имею. Но я бы хотел сказать следующее. Ну, вот, например, Евразийский экономический союз, в нем политической надстройки нет вообще. Там еще экономические процессы, экономическое сближение не закончены, и еще непонятно, когда будут закончены. Как в союзном государстве России и Беларуси. Но в Европейском-то союзе как раз-таки уже политическая надстройка есть, и значительная часть суверенитета того самого передана на национальный уровень. Решения Брюсселя имеют характер прямого применения. Но в этот союз они хотят. То есть они там готовы суверенитет, незалежность сдать. Но в отношениях с Россией почему-то сразу же вот включается этот тревожный режим. Мне кажется, просто поставлена определенная задача, которая, как мы знаем, хорошо оплачивается. Ну, вождям, вождям, да. А часть людей какая-то действительно... Сейчас это модная тема, во-первых, для политиков, для того, чтобы хайпануть, конечно. Заработать себе какие-то призовые очки, выходя с различными флагами и кошмаря народ тем, что нас скоро захватят, превратят в конфедерацию или вообще мы будем называться Россией. Ведь, ну, эти люди просто не слышат, то ли мы на разных русских языках говорим, когда и наш президент, и президент России неоднократно сказал, что вот так называемой 31-й карте какой-то политической интеграции речи не идет, о потере суверенитета, независимости речи не идет. Такой вопрос вообще не ставится. Вопрос сейчас на последней стадии, там, нескольких подпунктах или вот этих нескольких картах, которые касаются исключительно экономики и самых таких чувствительных для нашего государства, по крайней мере, сферах. Это нефть, газ и другие, скажем так, товары и товарные группы, от которых зависит экономика нашей страны. Вот эти дорожные карты нашим правительством, с правительством Российской Федерации проработаны. Какие-то спорные вопросы вынесены уже на обсуждение президентов наших стран. Мы знаем, что они встречались и в Сочи, и в Санкт-Петербурге. Наверняка будет еще одна встреча, на которой уже вот это экономическое соглашение будет подписано. И тогда уж, я надеюсь, все точки нады будут расставлены. И тогда вот этот последний кошмар. И люди, которые вот эти алармистские настроения подогревают, они успокоятся, а может и не успокоятся. Потому что следующий год у нас, год политических кампаний, они просто находят темы, находят... Если бы вот эти люди занимались экономической интеграцией с Европейским Союзом, а не сторонники этой интеграции, я бы забеспокоился за суверенитет. Потому что они с флагами Евросоюза ходят, но сторонники экономической интеграции с Россией не ходят с российскими флагами по Минским улицам. Но вы знаете, вот по поводу прогулок, да, они что-нибудь, кроме того, как гулять по проспекту и на Октябрьской умеют, они просто ищут разные поводы. Сегодня вот этот повод, борьба с Россией, скажем так, либо отстаивание суверенитета, как они говорят. А долгоиграющая, на самом деле, тема. Почему? Потому что вот случится все, как случится, как обычно, как вы говорили вам, все будет в порядке. Они скажут, вот видите, если бы мы не выходили, продали бы страну. Кстати, заметьте, что эти акции-то начались в ноябре, и начались они как протесты против парламентских выборов, имели антипрезидентский, антипарламентский характер, а позже уже трансформировались в протесты против интеграции с Россией и в защиту суверенитета. Так они надеялись увеличить капитал свой. Если завтра это будут акции «Пчелы против меда», мы тоже не удивимся. Скажите, пожалуйста, Россия сама не виновата в том, что происходит? Я вот тоже об этом хотел сказать. Во-первых, ряд российских средств массовой информации совершенно отвратительно себя ведет в этом процессе. Я интересовался у российских коллег, политических аналитиков, с кем дружу, с кем работаю, что это такое. Это, оказывается, в России определенные круги считают, что таким образом на нас можно давить и подталкивать к интеграции по их сценарию. Вот если распространять такого рода информацию негативную, но вместо давления они вызывают на самом деле только раздражение в свой адрес и вообще нежелание, собственно говоря, с отдельными лицами общаться. Ну и 31-я карта. Ну, вбросил-то это все Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер-министр Российской Федерации. Я тоже, без всяких оценок, но я-то, в принципе, не дипломат и не официальное должностное лицо, поэтому ответственности как бы не несу, но я скажу, что интеграция, которую предлагает Дмитрий Анатольевич, нас не устраивает. То есть план интеграции по-медведевски, мне кажется, президент совершенно четко дал понять, что так не будет. А если мы говорим о наднациональных органах, о той далекой перспективе, давайте открывать союзный договор, там заложен принцип равноправия. Вы готовы, скажем, Дмитрий Анатольевич и другие представители российского эстеблишмента на равных создавать национальные органы и допустить белорусов к управлению Россией? Я сомневаюсь. Но обсуждать мы можем обсуждать. В зависимости, пресса вас упрекнет, что вас подговорили, чтобы вы это сказали. Да, ну, бывает. Позвольте, демонстрирую Дмитрия Медведева. Все формы дополнительной поддержки, дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы, сказал Медведев. В таком случае, по его словам, можно будет говорить и о компенсации налогового маневра. Далее внимание, глава правительства также проинформировал, что пока не согласована дорожная карта о создании наднациональных органов, единой валюте и единым эмиссионным центром. Национальный банк Республики Беларусь проверк Дмитрия Анатольевича Медведева и сказал о том, что дорожная карта, посвященную созданию единой валюты, не могла быть согласована, потому что она вообще... Отсутствует. ...не обсуждалась. Ну, хитрец еще тот, 31-й дорожной карте никто не говорил, и об этом президент заявил. Зачем передергивает? Ну, собственно, такие заявления, они и дают повод нашим оппозиционным лидерам, людям, которые хотят хайпануть, выходить и поднимать людей, вот эту разжигать определенную тревогу. В целом, мне, ну, например, особенно очевидно, что, несмотря на то, что мы с россиянами наиболее близкие народы, у нас есть слабое представление о том иногда, что из себя представляет Россия. Как бы это смешно и не звучало, потому что у нас есть все российские СМИ, электронные, печатные, интернет и так далее, а россияне слабо себе представляют, что есть такое Беларусь, потому что во многом образ Беларуси сформирован, ну, вот этими самыми штампами и шаблонами, которые существуют в благосфере и на федеральных каналах. Мы с этим сталкивались, когда с россиянами разговаривали, помните? А мы слабо представляем, что в России не такая жесткая вертикаль власти, как бы там, это огромная страна, 90 субъектов федерации, это огромное влияние олигархических групп, которые нам себе в белорусских реалиях, мы не можем себе представить. То есть кормовая база этих олигархических групп за последнее время в связи с санкциями, там, другими, противостояния с Западом резко сократилась, аппетиты не уменьшились. Поэтому они через свои лоббистские структуры, в том числе, в первую очередь, через правительство пытаются что-то здесь, на территории Беларуси, последний форпост, который они хотят что-то приватизировать и ухватить. Это не получается, для них это непонятно. Они используют вот такие механизмы, вбросы, травлю, какие-то иные меры, которые раздражают, ну, просто оскорбляют и унижают белорусский народ. Ну, и дают почву тем людям, которые выходят с транспарантами и обвиняют потом весь российский народ, якобы, во враждебности и так далее. Слава Богу, у президента России находятся мудрости, чтобы с нашим президентом, как двум лидерам государств, договориться уже и снимать каждый год. У нас почему-то это перед Новым годом происходит, снимать вот эти нарывы и выходить на какие-то нормальные отношения между двумя государствами. Ну, к сожалению, не такая праздничная функция. Все мы, когда вот говорим про это, такое впечатление, что мы забываем то, что было совсем недавно. Давайте вспомним тот калийный конфликт, который возник как раз-таки из аппетитов частного бизнеса, да, на самом деле, российского частного бизнеса. И таких примеров мы, если так внимательно пройтись, много найдем. Но я еще помню те моменты, когда активно обсуждали Конституционный акт, это было очень давно. До 2004 года, если я не понимаю. Вот, и единую валюту, да. И вот аргумент, а кто сказал, что это единая валюта, российский рубль, вызывал шок у российских политиков, чиновников и финансистов. А что может быть другое? Там же не сказано, какая это валюта. Ведь немецкая марка не стала, или франк-французский единой валютой Евросоюза. Стало евро, да. Вот по тому же принципу сказать, не-не-не, тогда нам это непонятно. Более того, и не единый эмиссионный центр, а, собственно говоря, распределение эмиссий по долям. То есть мы сохраним тогда свою денежную эмиссию. Действительно, почему российский рубль? А если мы рассматриваем на Евразийский союз, почему не Алтын, например? Ну, вообще сложно это представить себе. Вот, и в данной ситуации, да, вот есть манипуляции, в том числе и со стороны председателя правительства России. Вот, когда он говорит о единой валюте, там, и других национальных вещах, да? Ну, Дмитрий Анатольевич, это просто, ну, на мой взгляд, голос топливно-энергетического комплекса. Мы ведь о чем сейчас ведем переговоры? О снижении расценок на энергоносители российские. А это до 9 миллиардов долларов в год чистой прибыли. Вот, собственно говоря, топливно-энергетический комплекс сопротивляется, вбрасывая вот в информационное пространство какие-то вещи, желая вызвать нашу негативную реакцию в этой связи, потом на этом играть. Хорошо бы, чтобы кто-то здесь сидел из наших оппонентов, но я прошу вас прокомментировать мысль, которая гуляет в интернете, что касаемо угрозы суверенитета Республики Беларусь по поводу интеграции. Они говорят, что да, в Европейском Союзе и правда много надстроек над государственных органов, но там как бы угроза потери суверенитета и независимости размыта. Слишком много игроков, а здесь один на один, и силы неравны, хотя бы что касается размера экономики. Больше здесь угрозы, чем там? Или у Литвы уже тоже никто ничего не спрашивает? Ну, я всегда говорил о том, что в наших отношениях с Россией Беларусь в гораздо большей степени суверенна, чем некоторые, так сказать, государства НАТО в своих отношениях с Вашингтоном или даже Лондоном и Берлином. Вот, потому что, например, ну классический пример, та позиция, которую мы заняли по отношению к Украине. Она исходила из наших национальных интересов. У вас возможно ли такое в Евросоюзе? Сомневаюсь. А в НАТО тем более. То есть, хотя есть, конечно, страны мощные, такие как Турция, они могут занять свою позицию. Но если вот так вот, как они представляют отношения России и Беларуси, суверена и вассала, то мы уже давно должны были бы следовать в русле всех тех пируэтов, которые делает Москва. Однако есть наш собственный взгляд, который мы продвигаем в мир, донор региональной стабильности. Мы не желаем терять Украину. И фактически сейчас умные люди в России понимают, что Беларусь – это как раз-таки та самая ниточка, которая по-прежнему связывает славянские народы. Слово, как раз-то Запад и оценил этот суверенитет, когда начались последние события. Вот внутри не могут оценивать. Запад, знаете, исходя из своих сиюминутных интересов, в моем понимании, сделал эту оценку. То есть они надеются, они не поняли до сих пор нашей политики. Они надеются нас таким образом оттащить от Российской Федерации. На самом деле, вовсе не эта цель преследовалась. Знаете, нас Евронюс целую неделю позапрошлую кормил сюжетами с Польши по закону о судебной системе. Каких только угроз не звучало, ничего, приняли тот закон, польские власти, которые хотели. Вот посмотрим, насколько реальные угрозы были, которые звучали в адрес Польши. Но нужно понимать, что есть очень много претензий Старого Запада к новым восточным членам. К Польше и Венгрии в основном. Венгрия, Польша, где-то Румыния. Вот там люди пытаются жить, исходя из своих интересов. Их пытаются сказать, нет, ребят, мы вот считаем, что вы должны делать так, как мы делаем. Но ведь поймите, у каждого общества есть своя культура. В том числе, не только это фольклор, простите, народные песни, сказания и так далее. Это еще и политическая культура, в том числе, и общественная культура. Конечно, традиции. Одни квоты на мигрантов чего стоят. То есть получается, как с точки зрения справедливости? Одни страны веками проводили колониальную политику и зарабатывали на этом, а другие сейчас должны расплачиваться по этим счетам. Им навязывают эти квоты. Посмотрел бы я, как бы запели наши, так сказать, как бы запели наши вот эти альтернативные силы, если бы подобного рода предложения поступила Беларусь со стороны России. Принять несколько тысяч нелегалов. Ну и наметился некий раскол по этому поводу в Европейском Союзе. Безусловно. В Евросоюзе вообще не все так однородно, как нам пытаются наши оппозиционные СМИ навязывать. Там есть достаточное количество евроскептиков. И процесс Брексита, который, я думаю, в скором времени завершится положительно, уж отрицательно, выходом Великобритании из Евросоюза показывает. Это наглядно и очевидно. Есть страны, которые считают себя равными, а есть те, кто считает себя ровнее. Есть страны-доноры. Это Германия, Франция, суперэкономики. Есть страны, которые грантополучатели. Их место, как иногда показывают, где-то там, в уголке. Хотя, на самом деле, декларируют, что все в Евросоюзе равны. Есть страны, которых называют ПИКС. По примеру, БРИКС – это Португалия, Италия, Греция, которые как балласт на шее крупных экономик и так далее. И если бы вот та же Польша ежегодно не получала 18 миллиардов евро от Евросоюза, мне кажется, она была бы в череде за Великобританией на выход из Европейского Союза, потому что... А как же польское экономическое чудо? Ну вот, собственно, в прошлом году они писали о 5% росте экономики, и в Европарламенте был на этот счет жесткий разговор, что вы можете об этом писать, но не за счет немецких и французских налогоплательщиков декларирует свое чудо. Вы сами попробуйте такое чудо создать. Да, интересно получается. С одной стороны, да, в Польше вводят обязательные выплаты на детей и 13-ю пенсию пенсионерам, да, а с другой стороны, во Франции поднимают пенсионный возраст. То есть вся страна горит. То есть вот я думаю, что эти процессы, они тоже... Баланс он неизбежен, конечно. Они тоже будут в последствии иметь свою оценку. Но я так, в общем-то, могу подытожить, что все это, ну, что касается потери суверенитета, независимости, конечно, буря в стакане, она выгодна, то, о чем вы говорили. Я бы здесь просто процитировал президента нашей страны, цитаты из все того же интервью. Что такое суверенитет, Алексей? Я просто понимаю. Это власть над территорией. Классическое понятие. У нас есть границы, в России есть границы. Власть осуществляется в этих границах. И мы никаким суверенитетом не делимся. Ни Россия, ни Беларусь. Мне кажется, что точка поставлена. В эфире Клуб редакторов на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. Увидимся сразу после рекламы. В эфире Клуб редакторов. Мы продолжаем обсуждать самые важные темы уходящей недели. От союзного государства к Европейскому союзу. Вернее, к отношениям ЕС и восточных партнеров. Здесь недавно высказались министры иностранных дел Беларуси и России. Интересный, на наш взгляд, заочный диалог получился. Владимир Макеев в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики говорит, цитата, «Наша идея интеграции, интеграции или кооперации интеграции состоит в том, чтобы придать сближению ЕС и ЕАЭС комплексный упорядоченный характер с прицелом на конкретные материальные преимущества для обоих союзов. Такое сближение позволило бы укрепить доверие и развенчать миф о несовместимости и соперничестве восточной и западной систем. Именно из-за этого мифа страны оказываются перед ложным выбором между Западом и Востоком в ущерб отношениям с тем или иным из своих партнеров». А вот цитата министра иностранных дел России Сергея Лаврова в интервью для российской газеты. Тревожным знаком в отношениях России стал запуск инициативы «Восточное партнерство», направленной по существу, как подтвердилось в дальнейшем на отрыв от России и наших ближайших соседей, с которыми нас связывают многовековые узы. Печальные последствия этой эгоистической политики ощущаются и по сей день. То есть Беларусь рассматривает «Восточное партнерство» как еще одну площадку для диалога, а не противодействия. Россия же, ну, наверное, по понятным причинам, видит это как угрозу. Что с этим делать? Позиции такой она придерживалась всегда, как только было объявлено о этой инициативе «Восточного партнерства». И ничего, в принципе, удивительного в словах нынешнего министра иностранных дел Российской Федерации нет. Он исходит из понимания интересов страны, которую представляет. И той ситуации, в которой она... Но в данной ситуации у нас есть свой интерес. И этот интерес формулировал как раз-таки наш министр Владимир Макей. Наша задача иметь хорошее отношение со всеми нашими соседями и партнерами. И «Восточное партнерство» в том числе один из возможных механизмов. Я подчеркиваю, не исключительный, а один из возможных. И не использовать его было бы, по крайней мере, непонятно для нас. Вот и все. Но еще есть один момент. К сожалению, сегодня в российском обществе, по крайней мере, такая точка зрения, я бы сказал, четко определена во многих российских СМИ. Знаете, сквозит какая-то попытка одособить себя от остального мира. Возможно, это вызвано и санкциями, и блокадой, и тем, что происходит сейчас с российским спортом. Да, вот попытка российских спортсменов не пустить на Олимпиаду, чистых, нечистых, неважно. И вот эта, к сожалению, скажем так, неспособность воспринимать внешний мир реально, а с какой-то своей настороженностью, она не всегда способствует разрешению конфликта. Это еще, наверное, не позиция российского государства. Нет, это не позиция, но это позиция определенных кругов в России, медийных, экспертных, политических. Действительно, я соглашусь с коллегой, потому что есть вот эти тенденции к изоляционизму, и есть тенденции к мировосприятию, кто не с нами, тот против нас. Малейшее отклонение от курса, обвинение в предательстве. Вот, нежелание прислушиваться вообще к какого-либо рода аргументам. Хотя, если мы возьмем тоже восточное партнерство, то именно Беларусь, ну и Армения, справедливости ради, кстати, еще один член Евразийского экономического союза, заблокировали все попытки принять какого-либо рода антироссийские резолюции на саммитах этой организации. С точки зрения международного права и дипломатии, это тоже значимый, так сказать, вклад в развитие отношений и в становление какой-то стабильности в регионе. И поведение союзников. Да, и поведение союзников, потому что мы-то используем площадку для чего? Для того, чтобы попытаться склеить Евросоюз и Евразийский экономический союз. От Лиссабона до Владивостока. В 2011 году с этой идеей выступали три президента в своих статьях программных в известиях. И Путин, и Назарбаев, и Лукашенко. Мы от этой идеи не отходим. Я, кстати, думаю, что и Путин не отошел, честно говоря. Мне кажется, что, используя вот эти воинственные настроения, даже в нашей стране многие не слышат или не хотят слышать простую прагматичную правду. Как мы знаем, политика, вернее, политика – это продолжение экономики. Или наоборот, говорят, у нас примерно 50 на 50 товарооборот и с Российской Федерацией, и с Европейским Союзом. Поэтому... Но отрицательная сальдо с Россией огромное. Это второй вопрос, но, тем не менее, мы не можем себе позволить сейчас в одночасье разорвать все экономические и политические связи с нашим одним из самых главных экономических партнеров. И поэтому и нам, как никому другому, в стране, находящейся в центре, на Перепутина, вот это было бы особенно выгодно реализовать этот проект. И интеграция, интеграция. Мне кажется, что воинствующая риторика уйдет, все в мире исторично, все эти санкции пройдут. И тогда вот этот экономический поток, который пойдет с Востока на Запад, не только с России, но и дальше, и с Запада на Восток, он нашей стране будет особенно выгоден. Вот на чем мы достаиваем. А как союзники, я еще раз подчеркну, на всех вот этих провокациях, ни на какие провокации Беларусь не поддается, и всегда как союзник, и в вопросах спорта, всегда вместе с нашим главным союзником Российской Федерации. И мне кажется, это наглядное доказательство того, что мы действительно, и народы наши, и политические элиты, и спортсмены, они всегда останутся друзьями, и даже кем-то большее. Александр, у вас два вопроса. Стоит ли Лаврова и России бояться нашего участия в Восточном партнерстве? И каково отношение европейцев, какая их позиция, с учетом того, что мы перед программой рассказывали нам о том, что вы только что побывали в Брюсселе, ну и разговаривали, я так понимаю, с европейскими чиновниками? Ну, я думаю, что Сергей Викторович на самом деле не боится нашего участия в Восточном партнерстве. Ну, я, конечно, аутерирую, да. Потому что есть согласованная концептная внешняя политика Белоруссии и России, каждые два года подписывается МИДами. Есть постоянные консультации между дипломатами двух стран. Кстати, вот если взять наш МИД, то они очень тепло отзываются о российских коллегах. И россияне, в принципе, отмечают профессионализм белорусского МИДа, поэтому, я думаю, там секретов нет. Вот, что касается отношений с Европой, ну, скажу так, для нас было позитивным не достижением, а возвращением к норме снятия санкций со стороны Евросоюза. Сейчас мы находимся где-то вот на старте развития нашего диалога. Мы стремимся к подписанию базового договора с ЕС, он у нас отсутствует. В 1996 году эти переговоры были прекращены по инициативе европейской стороны. Сейчас, значит, там особую позицию занимает Литовская республика, почему-то увязывая энергетические споры с Минском, с белорусско-европейскими отношениями. И этот процесс еще не скоро закончится. Но то, на что мы выйдем скоро, я думаю, до конца первого квартала 2020 года, скорее всего, будет удовлетворено стремление наших людей все-таки меньше платить за визы в Евросоюз. Так есть у них желание оторвать нас от России или нет? Вы заметили? Говорить о том, что это вот позиция, вот прям позиция ЕС, я бы не стал. Но то, что на Западе есть такие вот ястребы, евроатлантические настроенные круги, это, безусловно, присутствует. Конечно, и с нами будут играть, и играют в эти дипломатические игры, пытаются, значит, трактовать нашу позицию, вот, скажем, занятую в отношении Украины, ситуационного нейтралитета, как возможность где-то там подманить Беларусь. Ну, это, у нас, могу сказать, общаясь с дипломатами и в экспертном сообществе, есть четкое понимание своих целей и задач. То есть никто, как сказал когда-то министр Макей, Беларусь никуда нельзя развернуть, повернуть, куда-то дрейфовать. Мы находимся там, где мы есть, в центре Европы. Более того, господа, к нам приедет госсекретарь США Майкл Помпео. Официально это не подтверждено, но давайте разберемся, откуда ноги растут. Об этом рассказал всему миру американский политический журнал Foreign Policy. Цитата. Беларусь, которую называют последней диктатурой Европы, выслала посла США в 2008 году, после того, как Вашингтон наложил на него санкции за нарушение прав человека. Но теперь ожидается, что Соединенные Штаты восстановят дипломатические отношения с Беларусью, отправив посла в Минск впервые за более чем десятилетия. Даже несмотря на то, что президент России Владимир Путин пытается подчинить эту сторону. Но все хуже советских газет. Последняя диктатура, Путин подчинить, медведей не хватает с балалайкой ходящим. Раньше это была просто диктатура, а сейчас, которую называют диктатурой, есть прогрессы в США? Может, коллеги? Вы знаете, я впечатлен стилем, да? Стилем? Вот классика. Классика, даже лучший образчик, я бы так сказал. Вы знаете, когда люди рассуждают, излагают мысли штампами, да, это очень настораживает. На самом деле настораживает людей мыслящих и желающих, скажем так, двигаться навстречу друг другу. Возможно, для американского общества вот данная подача, она является нормальной, да? Потому что, к сожалению, вот идеологические штампы там, они присутствуют. Про Восток по-другому не пишут. Да, поэтому, ну что? А то, что есть прогресс в отношениях с Соединенными Штатами, да, он есть. Это видно на уровне работы американского депреставительства в нашей стране и тех визитов американских чиновников, которые были в Минск. Но, вы знаете, это всего лишь первые шаги и начало пути. И не нужно здесь забегать вперед и испытывать какие-то чувства излишнего оптимизма. Ну, или я бы даже сказал щенячьей радости, да? Вот как-то давайте спокойно смотреть на это и, опять же, исходить из тех моментов, которые нам интересны, нам выгодны. А в любом случае нам выгоден диалог. Это лучше, чем язык санкций, скажем так. Америка, скажем, объективно, это государство номер один современного мира, сверхдержава, суперпауэр, как принято говорить. И, конечно же, мы, будучи средним европейским государством, не можем себе позволить конфликтные отношения с США. Вернее, мы должны всячески стремиться избегать этого конфликта. И я, таковинно говоря, посмотрев на историю, то есть мы ведь не конфликтовали с американцами, не мы вводили санкции против США, не мы пытались дестабилизировать политическую обстановку в Соединенных Штатах Америки и так далее. Поэтому, если у США появилась воля к диалогу, Беларусь всегда для этого открыта. Ну, президент всегда говорил, что мы готовы двигаться навстречу ровно настолько, насколько готовы американцы идти к нам навстречу. Вот, наверное, эта формула очень... Ну, что касается взаимоотношений Россия и Беларусь, Беларусь-Европа, Россия-Европа и Соединенных Штатах Америки, я думаю, что, в общем-то, все не так пессимистично, что касается нас, я бы даже сказал, оптимистично. В последнее время, это я уже, так сказать, подвожу итоги уходящего года, потому что наша программа подходит к концу, поэтому я очень надеюсь, что следующий год будет, ну, как минимум, в том же русле. Я бы в завершении нашей сегодняшней программы хотел бы, чтобы вы поделились своими впечатлениями, своими воспоминаниями, какие события произвели на вас в уходящем году самое большое впечатление, чем запомнился, Владимир Владимирович? Если брать меня лично, то у меня и впечатления личные, моя семья пополнилась еще одним молодым гражданином Беларуси, у меня родился сын, я думаю, что это... Я позволю себе в сегодняшнем клубе поделиться такой радостью уходящего года. Искренне надеюсь, что следующий год будет богат только хорошими событиями, только положительными и для всей нашей страны, но и для каждой белорусской семьи в частности. Если впечатление, то, наверное, это именно эмоции, это эмоции от европейских игр. Вот это что-то, то, чего раньше не приходилось испытывать. Это очень позитивно. Если говорить о делах, то нам удалось реализовать вместе с национальным архивом проект «Партизаны БАЙ». Там, где мы можем посмотреть, уже там более 70 тысяч личных дел, оригиналы, наградных листов наших. Много нашли? Так они все в архиве были, они не были оцифрованы и не были доступны. Я имею в виду, родственники нашли... Да, нашли многие. Допустим, я своих дедов нашел. Вот, надеюсь, что таких было людей много, 70 тысяч человек. И я подчеркиваю, это не белорусские партизаны. Это партизаны. Там очень много людей с России, с Армении, с Прибалтики, с Украины, поляки есть. Это было общее такое движение. Движение сопротивления фашизму. И не нужно делать это, ну, вот, каким-то локальным. Это очень серьезная вещь и в истории нашей страны очень серьезная, и в целом в истории Второй мировой войны. Актуальность приобретает ваш проект. Ну да, в том году мы праздновали 70-летие освобождения Беларуси. В следующем будет 75 лет Великой Победы. Для меня, если мы возьмем все-таки политический аспект, да, сообразно профессии, главное, мне кажется, это то, что спокойно и достаточно в таком управляемом режиме пришла избирательная кампания в парламент. Хотя, повторюсь, находились силы, которые пытались здесь обстановку расшатать. Вот, для нас это результат избран, новый состав парламента, мне кажется, достаточно сильный. Вот, на него возлагаются серьезные задачи. Президент анонсировал конституционную реформу. Это будет мозговой штаб, где будут эти новые законы разрабатываться. Вот, что касается мировых событий, то, конечно, я думаю, многих потрясло избрание президентом Украины господина Зеленского. Я бы не сказал, что для меня это было неожиданностью, но все-таки появление в политике человека ранее весьма далекого, вот политики, скорее, вот из мира шоу-бизнеса, это, наверное, какой-то новый тренд, который сейчас есть и будет дальше развиваться. И еще один момент, это, конечно, разгром ИГИЛ. Гибель Аль-Багдади, это подводит... В глобальном плане можно... Да, это скорее подводит своего рода черту под определенной волной терроризма на Ближнем Востоке. Не значит, что там все закончилось, это просто вот... Вот эта страница ИГИЛ, она во многом перевернута, на мой взгляд. Спасибо. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня на программу. Я вас всех и наших телезрителей поздравляю с наступающим Новым Годом. Поздравляю и простых граждан Беларуси, и журналистов, и государственных, и негосударственных средств массовой информации. Будьте здоровы, будьте счастливы и всего вам хорошего в Новом Году. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова